Разобраться детальнее с тем, что получит Украина после этой встречи Рамштайн и насколько это повлияет уже сейчас на ход и сценарий развития военных действий, мы поговорим с нашим следующим гостем Михаилом Притула, военный эксперт, полковник запаса СБУ с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, вот в сюжете мы озвучили, что было предположение, что этот Рамштайн станет авиационным, что мы услышим какую-то важную новость о самолетах. Ее не прозвучало, либо же ее не озвучили, но как вы можете оценить ту военную помощь, которая уже идет в Украину и насколько она быстро сможет повлиять и качественно повлиять на театр боевых действий? Если в трех словах, украина получит все. А теперь конкретнее, что получит Украина. Что нужно? Вот сейчас на данном этапе боевых действий крайне необходимо дальнобольная артиллерия, достаточное количество снарядов к тем пушкам, которые есть. А есть у нас, как правило, это пушки советского образца, и они за время ведения боевых действий во многом исчерпали ресурс. Стволы исчерпали ресурс. Это касается не только нашей артиллерии, но и российской артиллерии. И вот тут возникает такая ситуация, что России брать новые пушки просто негде, они не успевают их производить, потому что это достаточно трудоемкий процесс производства артиллерийской пушки, танковой пушки, особенно большого калибра. При каждом выстреле происходит вынос металла с внутренней части ствола, и они имеют очень ограниченный ресурс. И вот Украина получает пушки вместе с танками. Это так вот можно сказать, потому что мы говорим танки, но мы забываем, что танк это прежде всего артиллерия, дальнобойная артиллерия, точная артиллерия, которая стоит на каком-то шоссе. И вот эту пушку танковую мы получаем, и мы получаем эти пушки вместе с боеприпасами. То есть мы получаем вот этот вот комплект, который критически важен на сегодняшний день. Потому что нам тоже негде взять эти новые стволы, потому что их надо производить, а снаряды тоже кончаются. И все эти снаряды – это калибры советского образца. И вот сейчас мы переходим на новое вооружение. Это новое вооружение, которое стоит на вооружении стран НАТО. И мы получаем танки с пушками и, собственно говоря, снаряды к ним. То же касается и дальнобойной артиллерии. То есть мы получаем полный комплект и получаем его практически в неограниченном количестве. Да, наши западные партнеры будут производить их, они понимают, что это сложно, что их надо очень много. И начинается это производство, и экономики более сильные, чем российская экономика, будут помогать нашей стране. Я оставляю за кадром вопрос, почему они нам помогают. Потому что это и идеологически выгодно, потому что мы воюем фактически за свободу всех стран. Потому что все понимают, что если Россия захватит Украину, она пойдет дальше. И никому не хочется воевать на своей территории. И есть еще много моментов, почему они нам помогают. Поэтому это выгодно им помочь нам. И они это делают. И таким образом Украина получит необходимое количество пушек, в том числе пушек на танковых шасси, так назовем это, и получит необходимое количество снарядов. Я надеюсь, что Украина также получит и более дальнобойные, высокоточные системы. Это касается и умных бомб, в том числе с наземным стартом. Ну и я думаю, что то, что касается дальнобойных ракетных систем, то Украина сможет сделать их сама, так как не имеет ограничений на поставки электроники, которая нужна для производства этих систем. Ну и, как было озвучено, никто не будет против, если другие страны, не Соединенные Штаты Америки, чтобы они не уходили в прямую контрастацию с Россией, видимо, там есть какие-то свои нюансы, то другие страны, тоже третьи страны, будут поставлять дальнобойные ракетные системы Украине. Почему это нужно сейчас? Ну, у Путина сейчас очень тяжелое состояние, такое тяжелое положение, потому что у него, ну, ему бы хотелось, конечно, заморозить этот конфликт и просто ничего не делать, чтобы никто никуда не шел. Вот он готов отмобилизовать там большое количество своего персонала и остановиться, и никуда не идти просто, чтобы вот заморозить этот конфликт. Это было бы самое выгодное для него решение. Но ему не дают этого. Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению, и все прекрасно понимают, что вооружение Украины намного серьезнее, чем вооружение России, и Украина пойдет вперед. Это не танки середины прошлого века, это не самолеты, которые сняты с консервации, вот, это все современное, и Украина пойдет вперед. Поэтому Путин сейчас находится в таком положении, что он бы хотел остановиться, но он понимает, что это проигрыш, и он делает попытку сейчас атаковать. Для него это последний бой. Он будет собирать сейчас все возможные ресурсы Российской Федерации, все везде, что у него есть, скрести по сусекам, собирать всю армию боеспособную, бросать ее в Украину для того, чтобы сделать какой-то перелом в этом хроне. Парадокс в том, что перелома быть, в принципе, не может. От слова совсем. Путин не может захватить Украину, а для него даже, скажем так, частичная победа, это не будет победой. То есть захват какого-то города маленького на востоке Украины, ну, никак не может считаться победой. Ну, от слова совсем. Потому что начинали-то с Украины за три дня, а тут Бахмут за девять месяцев и то не получается. То есть вот та ситуация, которая есть у Путина. Он сконцентрирует большие свои войска и будет пытаться сейчас придумать какой-то информационный повод и бросить какой-то клич для своего населения, мобилизовать свою страну на то, чтобы отмобилизовать там большое количество населения и бросить его в смерть, фактически в смерть. Ну, это его выбор, как бы, мог бы поступить иным путем, не разрушая ни экономику России, ни, собственно говоря, страны. Ну, понятно, что вот эти вот решения западной коалиции об увеличении поставок техники Украине, да, они сейчас толкают Путина на этот ошибочный шаг, провоцируют его на эту ошибку. Он пытается воспользоваться вот этим, как ему кажется, окном возможностей, да, но все-таки анализируя то, что осталось у российской армии, массовое, вот это большое наступление, оно уже началось или нет? Господин Зеленский сегодня сказал, что уже фактически началось. Насколько оно мощным будет, потому что и ПСО они забрасываются регулярно. Уже снова сегодня заговорили о новом наступлении на Киев. Заговорили о том, что авиация стоит у границ Украины, и это будут массированные авианалеты. Рискнут ли они это сделать, учитывая, что наше ПВО за последний год насколько усилилось, окрепло. Как вы считаете, чего ждать к 24 февраля? Народу отчитаться о Великих Победах в Индополож, кровь из носу нужно. Ну, для того, чтобы отчитаться о Великих Победах, им даже делать ничего не надо. Их нужно просто нарисовать, сообщить о том, что они уже победили. В принципе, Путин может это сделать, а по факту вывести войска и сказать, все, мы победили, и россияне в это поверят. Там пропаганда работает очень хорошо. Очень хорошо, что его авиация уже стоит на границе Украины. Хорошо, что она не летает, хорошо, что она стоит. Это прекрасно. Но при такой насыщенности средствами ПВО запускать авиацию, ну, это как бы немножко неразумно, скажем так. Видимо, авиация будет использоваться для нанесения ударов по типу воздух, земля из далекого расстояния. Но насколько это будет выгодно и насколько это будет успешно, это очень большой вопрос. Поэтому смысл стояния авиации у границ Украины, наверное, в том, чтобы сделать вид, что вот есть авиация, очень хорошо. Но только она взлетит, ну, она будет сбита. Причем в большей своей части. Да, они сейчас стараются подавить системы противовоздушной обороны, но это у них очень плохо получается в Украине. И, кроме того, не надо забывать, что в Украине на вооружении стоят системы пассивные радиолокационные обнаружения. То есть они вообще не излучают никак. Те же известные всем кульчуги, которые на начало боевых действий было 36 штук. А сейчас, возможно, их больше. То есть это системы, которые работают в пассивном режиме и которые обнаруживают самолеты, не излучая их, уничтожить в принципе невозможно, потому что непонятно, где они стоят, и они ничего не демонстрируют. То есть на что рассчитывают россияне? Запускают, допустим, ну, 400 самолетов, которые стояли перед этим, не летали, они были на хранении. Вот, теперь их собрали вместе, ну, и вот они как-то, наверное, попытаются взлететь на этих самолетах. Ну, если самолет стоял несколько лет, его не обслуживали, там могут быть разные чудеса, и мы будем наблюдать все эти чудеса в ближайшее время. Сколько войск соберет Путин и на каком направлении? Ну, я думаю, что это будет все-таки восток, юго-восток. И он будет стараться атаковать в сторону Запорожья, но я не думаю, что это будет очень успешное действие. Думаю, это будет проигрышный вариант. Год назад выстояли и сейчас выстоим. Мы верим в наши вооруженные силы Украины. Спасибо вам огромное за этот разговор. За время нам уделено Михаил Притулов, военный эксперт, полковник из запаса СБУ, присоединялся к нашему эфиру. Продолжение следует...